Доброго времени суток, в этом видео речь пойдет о настройке мультирум контроллера SpeakerCraft MRA664. Это шестизонный контроллер, у него четыре зоны усиленные, две зоны на предусилитель и шесть источников соответственно. Итак, настройка вся производится либо через мобильное приложение SpeakerCraft, либо есть программка для Windows SpeakerCraft Connect. Ее мы и запустим. Если контроллер находится в локальной сети, подключен кабелем, то мы увидим нечто подобное. Это экран управления контроллером. Для управления тут все достаточно просто. Выбираем зону, выбираем что в ней играть. То есть, например, зона 2, медиасервер, зона 3, FM-тюнер и так далее и тому подобное. Выключить все зоны. Здесь ребенок даже разберется. Думаю, даже нет смысла тут объяснять что-то. Итак, что делать с его настройкой? Как его сконфигурировать первоначально? Для этого нужно нажать и удерживать кнопкой мышки надпись SpeakerCraft. Так сделано по-хитрому. После этого система запрашивает код. Он вот такой. Три, пять, два, шесть. Все. Мы зашли в меню конфигурации. Ну и начинаем по порядку. Конфигурируем шасси. Либо он будет постоянное питание, либо аудиочувствительный. Ну, пускай будет на постоянном. Далее. Enable DHCP. То есть, он будет получать IP-адрес автоматически. Если нужно вручную ввод, ставим здесь новый и вводим адрес ему вручную. У меня он работает по DHCP. Следующий шаг. Расширение шасси. Здесь они не установлены и при попытке добавить, система просканирует сама себя и скажет, что ничего нет. Хом театр шасси конфигурация. То есть, устройство может еще работать с ресиверами домашних кинотеатров. Если я удалю то, что у меня тут было до этого. Жму добавить. И тут нужно будет из списка выбрать ресивер. Ну, список достаточно обширный. Denon, Integra, Marons, Onkyo, Сонька, по-моему, Pioneer, Yamaha. Ему нужно будет прописать IP-адрес. На этом у нас только, в общем-то, этого этапа закончена. Жмем Finish. Так, все. Мы сконфигурировали шасси. Теперь также конфигурируем источники. И жмем Configure Source. Дальше. Ну, давайте удалим для начала. И жмем Добавить. Итак, ИК-контролируемый источник, IP-контролируемый источник и никак не контролируемый источник. В IP-контролируемых управляемых источниках есть список своего оборудования, под которые написаны драйверы. Это медиасерверы Sonos, Autonomic Logitech, Yamaha и FM-тюнеры, в основном там ELAN. Да, ELAN, 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 Yamaha и всё. То есть это то, что может управляться по IP, прямо из коробки. ИК-контролируемое управляемое устройство. Тут список уже гораздо больше. Сначала нужно выбрать выход и каждый. В моём случае первый. И дальше уже по классам выбираем. Например, у меня стоит FM-тюнер. Выбираю модельку. Бренд, точнее, сначала. Так. И модель. Ок. Всё. Вот он добавлен. Теперь добавляем следующий. На втором выходе. Ну пусть это будет спутниковый ресивер. Скорее всего здесь кодов не будет, а обучение это устройство не поддерживает. То есть либо то, что есть в базе, либо никак. Производитель утверждает, что если вы пришлёте ему хекс-коды, он оперативно это всё добавит, но я, честно говоря, не пробовал. Ну, смысл понятен. Выбираем бренд, выбираем модель, можно протестировать ИК. Нажмём добавить. Вот он появился в списке. Также можно конфигурировать остальные устройства. Далее. Самый, наверное, интересный пункт. Конфигуровать интернет-медиасервер. У него встроен и есть медиасервер, который позволяет играть интернет-радио, Pandora, Spotify и Deezer. Кажется, так там есть. Но для того, чтобы получить вот эти учётные данные, нужно зайти на сайт этого сквиз-бокса и там зарегистрироваться. Небольшое лирическое отступление, как зарегистрироваться на сквиз-бокс-ком, чтобы в спикер-крафтерском мультирум-контроллере появился тюн-ин, Deezer и прочие облачные штучки. Итак, заходим на сайт mysquiz-box.com. Вот и нажмём «Создать учётную запись». Вводим необходимые данные и жмём кнопку «Создать». У меня регистрация уже есть, я нажимаю просто «Войти». так, вот он входит, немного подтормаживает сайт. Далее из галереи приложений выбираем «Дизер», жмём «Добавить», выбираем «Тюн-ин», жмём «Добавить» и после этого они появляются вот здесь в моих приложениях. Соответственно, нужно выбрать «Дизер» и ввести здесь учётные данные уже для дизера, которые можно получить на сайте, естественно, Deezer.com. То есть, если у вас какой-то платный аккаунт, то вот тут можно ввести данные. И на этом настройка закончена. Возвращаемся обратно в настройки Multiroom Controller и вводим данные с сайта mysquiz-box уже там. Вводим учётку, после этого можно будет проигрывать интернет-радио и Deezer непосредственно самим устройством. Ну вот он как-то сконфигурировать Spotify, у нас его нет. Дальше привязка источников. То есть, первый источник у нас будет MediaTuner. Второй источник – это будет спутник. Третий источник. Вот он сразу тут дал Yamaha, но пускай будет вторая зона Yamaha ресивера, который мы добавили по IP-управлению. Всё. Дальше Home Theater. То есть, здесь, например, на AV3 мы повесим пятую зону выхода Multiroom Controller. То есть, у него четыре с усилением, пятая и шестая без усиления. То есть, выбирая пятую зону на панели управления контроллером, у нас автоматически включится ресивер и переключится на вход AV3 и начнёт играть музыку из Multiroom системы. Всё. Зоны мы сконфигурировали. А, источники сконфигурировали. Теперь дело за зонами. Здесь всё, что нужно – это обозвать зону. Русский шрифт поддерживается. Так. Спальня. Допустим, так. Ну и все остальные зоны также обзываем. И тут следом идут настройки. Высокие частоты низкие. Усиление басов. Громкость при включении, либо последняя, которая стояла, либо дефолтная. Если выбираем дефолтную, то на следующей страничке можно как раз её установить. Line Out Volume – это будет управляться громкость либо через приложение самим контроллером, либо она будет фиксирована. И дальше управление громкостью на каком-то внешнем конечном усилителе. Zone On Volume – это громкость при включении зоны. Ну и Max Volume – это максимальная громкость, доступная в каждой зоне. Это всё вручную конфигурируется там непосредственно на объекте. Следующий момент. Wall House Music – это так называемый режим вечеринка. Здесь можно сконфигурировать, будет ли зона участвовать в этом безобразии, либо нет. Например, спальня у нас в вечеринках не участвует. Остальное всё участвует. Paging Enabled – это если сигнал подаётся на пейджинговый вход процессора, то он будет транслироваться через все колонки. Опять же, можно отключить какие-то зоны от этого, чтобы там было тихо. Ну и громкость пейджинговых сообщений. Всё. Не даёт перейти без сохранения. Жмём Save. Теперь мы сконфигурировали шасси, источники, зоны. Осталось сконфигурировать пользовательский интерфейс. У меня сейчас только один интерфейс привязан, т.е. мой компьютер. Ему можно назначить там какая будет основная зона, например, вот так. Какие будут второстепенные и можно отключить какие-то зоны, чтобы нельзя было в них залезть ни при каких обстоятельствах с этого интерфейса. Вот. Ну и язык интерфейса у нас будет русский. Всё. С этим всё. Конфигур Хом Театр ТВ. Теоретически он может управлять ещё и телевизором, но на практике, наверное, мало применимо. Ручные пульты конфигурируются через подключение по USB. Сейчас у нас его нет. Клавиатура то же самое, как только у нас появляется клавиатура в системе, подключенной через пояс вич. Здесь она становится чёрным, подсветка. И можно сконфигурировать клавиши, то есть назначить функции на какие-то кнопки, что это будет либо громкость, либо управление источником, либо переключение входов и так далее. Ну утилиты это сброс заводские настройки и reset ikcommand. Всё. Настройка на этом завершена. Теперь мы получаем наш сконфигурированный аппарат. То есть вот спальня, тут можно выбрать какие-то источники. Ну, например, уже выбираем гостиную. Вот у нас тут варианты медиасервер, скажем так. Угу. Теперь вот он наш медиасервер. TuneIn значок. Залезаю сюда, выбираю Local Music, например, Московская область станции. Извиняюсь, не туда влез. Станции. Вот. Best FM Capital Comedy. Маяк Орфей. Есть. Назад. Назад. Если просто музыка. То же самое всё, как в TuneIn. Убираем нужное. Будет работать. Spotify Deezer. Можно включить Deezer. Так. Теперь появляется значок Deezer. Возьмём сюда. Пожалуйста. У нас есть варианты из Deezer. Нажмём Play. Он начал играть. Ну, выключение зоны. Костюмную выключить. Либо можно объединить зоны. То есть режим весь дом. Режим не беспокоить. Или выключить все зоны таким вот образом. Всё. Мы сконфигурировали. Всё включая Deezer и TuneIn и источники. Можно закрывать приложение. Пользоваться. На здоровье. Возьмём этого. Всё включая. Уч prematurely. Уч hard. Уч Of пыль. Участый. Участый труд.